МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОСА. История Ачинска и нашего района в материалах наших корреспондентов. В начале выпуска о главных темах. Как Илай Ахметов, проверял быстроту реакции службы 112 с риском для жизни рабочих. Смотреть всем. На Лапенково начали резать газоны. Говорят, такая хирургия будет по всему городу. Расскажем, зачем и кто возьмет в руки инструмент. Парковка на перинатальном вырастет в полтора раза, а пока от нее медикам одна головная боль. Начнем с истории, которая, на наш взгляд, сегодня могла стоить здоровья, а то и жизни ачинским спасателям. Случилось все во время обхода главы города по зеленым насаждениям. В парке Троицкий мэр увидел сухое дерево, которое зависало над тротуаром. И тогда Илай Ахметов устроил проверку службе быстрого реагирования. Смотрите, как все было. Обычный житель города Ахметов. Давайте выезжайте. А сейчас выйдут. С парка, сквера, ветка, которая прямо надвисает над пешеходным тротуаром. Что? Да, сказал, что сейчас сообщит дежурного. Будет осуществлен 200. Посадка. Смотреть, контролировать. Жестнее. Деревья. Вот и весь город должен так. Начальник управления ГУЧС Митейкин, Дмитрий Валерьевич. Сколько времени? Когда прошел звонок? Звонок поступил две минуты назад. Вот сухой. Вот это просто незамедлительно. Любой порыв ветра, вы понимаете, да? Ветеринга билла нельзя. Надо, чтобы нас подняли. Как инструкцию почитать или человека спасать? Вы только что сказали главе, что с лестницы бензопилой работать нельзя на такой высоте. Я правильно понимаю, сейчас ваши работники нарушают технику безопасности и фактически будут рисковать жизнью. Правда же? Часто выполняют люди. Вот и все. Здравый смысл все-таки победил. Как выяснил телеканал ОСА, спасателям на помощь пришла автовышка Ачинского транспорта. И сегодня без риска для жизни по технике безопасности сухостой обрезали. Замечу, что на обрезку деревьев, даже по приказу Ахметова, по закону нужно разрешение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, цитирую, на обрезку этого дерева оно есть, оно было включено в программу среза старых аварийных деревьев. Визит главы ускорил процесс. Конец цитаты. А теперь еще один показательный материал о том, как мэр посадки проверял. Вот это, мне кажется, уже наблюдать даже не надо. Ну, то так же, да? Сколько таких? Ну, приживаемость-то хорошая. Проверять приживаемость посадок мэр идет по заранее согласованному маршруту. Первая остановка – аллея ветеранов. Это в пятом микрорайоне ЗЦРБ. 40 саженцев высадили здесь в 2014 году. Липовая аллея зацветет в полную силу к 2030-му. Вот, да, которая ниже, оно развивается, а вот второй ряд там вообще не развивается. Парадокс. Так это весной была обрезка. На Гагарина проверяет обрезку. Тополя стригли под пеньки весной. Начальник отдела Ирина Сосновская уверяет главу. Причин для гибели у деревьев куча. Земля, вода, жучки, червячки. А вообще-то выясняется, никто и не знает, отчего в Ачинске сохнут и мрут тополя. Там предмин, пожалуйста. Вот такая-то болезнь. Я еще раз вам говорю, определить причину утраты жизнеспособности дерева можно только путем проведения лесопатологического исследования. То есть данную процедуру только осуществляет специализированная организация. Вы не проводите? Такие исследования нет. Мы смотрим, что прижилось, да? Или какие деревья. Здорово, здорово. Вот два года, посмотрите, какую крону они сформировали. Вот все должны быть так. Где нет этого, мы сразу причину. Не рассказывают мне, что вот дорогостоящее, любое дорогостоящее. Мы должны понять, да? Почему это дерево засохло? Если мы уберем новое, посадим, оно также засохнет, да? Проведут ли Ачинскому сухостою лесопатологическую диагностику, неизвестно. Пока есть поручение узнать хотя бы стоимость такого анализа. А в целом в городе за последние пару лет высажено больше полутора тысяч деревьев и кустов. Однако полной картины, сколько из них прижилось, в мэрии нет. Ахмедов говорит, теперь чуть не за каждым деревом будет присмотр. Скоро в штате появится новый специалист – инспектор по зеленым насаждениям. Ну, ты добрели. И до мусорки добрели. Наталья Сусанина, Вячеслав Кебиков, телеканал ОСА. А сейчас про автомобилистов, нарушителей парковки Вачинские. Целый блок новостей из городских дорог. Начнем с видео наших телезрителей. В нашу группу ВКонтакте прислали съемки про автохамов. «Тойота» поворачивает с левого ряда направо, что строго запрещено. Видимо, водительское удостоверение в наследство досталось. Водитель такси городской еще и недоволен, что помешали его вольному стилю вождения. К тому же номера остерты, что тоже карается. А на этих кадрах – любитель опасной езды. По словам очевидца, пешеходу пришлось бегом покинуть «Зебру», чтобы не стать жертвой лихача. Все видео передали в ГИБДД. По номерам найдут нарушителей и накажут. Предварительно нам сообщили, что все трое будут оштрафованы от 500 рублей до 5000. Если вы сняли автохамов на дороге, отправляйте в нашу группу ВКонтакте. Мы покажем. А медики перинатального и детской больницы, а также пациенты, жалуются на периодические головные боли. Причем по расписанию с 7 утра до 10 вечера. Дело в том, что припарковаться у больницы в час пик сложно, хотя площадка вроде бы большая. Главный врач говорит, что для автомобилистов даже информационный стенд сделали. Как правильно двигаться по парковке и ставить машины, чтобы не мешать проезду. По словам Александра Третьякова, бывает даже скорая проехать не может, когда авто брошены как попало. По проекту при нормальной расстановке транспорта здесь вмещается 70 машин. Владельцы олених упряжек сокращают вместимость парковки до 50. Особенно в утренние часы, те же к 7.30 утра и до 10, действительно очень сложно найти место, припарковаться. Наши мечты на самом деле, мы уже написали письмо в Министерство здравоохранения, мы написали письмо в Министерство финансов. Мы планируем, это наши планы, мечты расширить буквально до белой березки. Я могу вам показать даже, докуда. Это позволит увеличить на примерно 4 ряда машин, примерно на полтора раза увеличить сегодняшнюю нагрузку. Если в краевом бюджете найдут деньги, то увеличить парковку руководство больницы сможет уже летом следующего года. Хотя вежливости водителям это не добавит. А сразу после выпуска новостей смотрите интервью с министром строительства и ЖКХ Николаем Глушковым. Ему тоже есть, что рассказать про наш перинатальный новострой и про Ачинские дороги. Вот среди, кстати, вопросов, которые жители Ачинского попростили нас адресовать вам, это про перинатальный центр. Докладываю, что на прошлой неделе все вопросы связаны с устранением проектной ошибки и комплектация оборудования устранены. Мы надеемся на то, что сообща мы доведем этот объект до идеального состояния. А в Ачинске срезают газоны. Начали такую пластическую операцию с Лапенкова. Работы выполняет Ачинский транспорт. Вдоль бордюра срезают слой земли, чтобы во время дождя или таяния снега грязь не плыла на дорогу. Это пока эксперимент, но в планах мэрии так пройти по всем газонам. Хотя темпом работ и качеством сегодня глава города был недоволен. Ну если не будут делать, то будут сотрудники администрации с лопатами ходить и лопатами вот это выгребать, если денег не было. Будем делать вручную, но сделаем, потому что это двойная или тройная работа. Когда грязь на дорогу, потом мы эту грязь или уже потом пыль убираем, метем. И потом дышим, конечно. Этого можно и нужно избежать. Для этого надо поработать. Пока вот галотекущий процесс я вижу. С наступлением тепла на дорогах появились не только мотоциклисты, но и велосипедисты, которые являются полноправными участниками дорожного движения. Дарья Потехина совместно с ГИБДД расскажет, как должен вести себя водитель велосипеда на улицах нашего города. Велосипед – это универсальное транспортное средство, на котором можно двигаться как по дороге, так и по тротуару. При движении по проезжей части велосипедист должен двигаться по крайней правой полосе, обозначать руками повороты, также желательно иметь при себе защитную экипировку. Если велосипедисту необходимо оказаться на другой стороне дороги, для этого лучше воспользоваться пешеходным переходом, слезть с велосипеда и провести его рядом с собой. Как и любым пешеходам, необходимо убедиться в том, что тебя пропускают. Это делается для безопасности, чтобы избежать наезда. На тротуаре велосипедист такой же участник, как и пешеход, поэтому он может двигаться в одном направлении, не создавая помех для других пешеходов. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, не имеют права двигаться по проезжей части. Это касается также и юных участников, которые зачастую двигаются во дворовых территориях. Там, где нет тротуаров, они должны спешиться, то есть, сойти с велосипеда, дойти до тротуара, до парка, до пешеходных зон и уже в этих местах свободно передвигаться на велосипедах. А вот наглядный пример того, как ездить по дороге неправильно. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливы. Дарья Потехина, Александр Сиделев, Новости ОСА. И если вы думаете, что знаете о городе все, то вы глубоко заблуждаетесь. Газета «Город А». Подробности, о которых вам больше никто не расскажет. С вами навсегда газета «Город А». Мода на фотографии, как и на все остальное, тоже есть своя. На смену кукольным образом приходят образы мрачные. Какие фотографии сейчас набирают большее количество лайков, расскажет Наталья Солодовник. Если потребуется ванна крови, необходимо будет замешать в воду обойный клей и также красители. И у вас эффект получится ровно такой же, как сейчас у нас в тарелке. Ванна крови – это не в фильме ужасов, а в обычной студии. Такие ужасно красивые фотосессии набирают популярность у нынешней молодежи. Такой стиль называется хоррор, что в переводе означает «ужас». Особенность в том, что человек может на себе прочувствовать эмоции и чувства своего, например, любимого героя из фильма. То есть он может понять про себя то, что он не может понять про себя в жизни, потому что есть нормы определенные, которые ему должны соответствовать. Здесь он может почувствовать себя по-другому. Это игра. И нужно вжиться в роли и почувствовать себя актером. Какой вы видите план? Выдержку иметь железную, чтобы не повернуться неудачно, чтобы ничего не потекло, ничего не поломалось. Потому что все-таки работа гримера – это очень сложная, трудоемкая работа, скажем, ювелирная работа. Но над эмоциями, конечно, было сложно работать в плане того, что половина лица у тебя вообще не функционирует. И поэтому и говорить, видеть тяжеловато. Кровь из меда и сиропа, рваные раны из крахмала, вторая кожа из бумаги. Как говорят гримеры, возможностей для реализации необычных идей много. Главное знать, что с чем мешать. Все секреты раскрывать. Да. Мяч волейбольный. Мячик нарезается, весь скрепляется, заколочками к волосикам скрепляется. Сверху мы берем вату, клей БФ, то есть это медицинский клей. Все это аккуратненько оформляется сверху. Фотографии в этом стиле должны быть по-настоящему страшными и реалистичными, без намека на какой-либо юмор. Кровь, мясо, ужасные шрамы, хоть и сделанные из красителей и пищевых продуктов, выглядят вполне реалистично. А вот обойдется такой мейкап от 3 до 20 тысяч рублей. И потратить на это удовольствие придется целый день. Наталья Солодовник при поддержке телекомпании ТВК Это были все новости, о которых мы хотели вам сегодня рассказать.